итак значит мы сегодня будем изучать маршруты вот у меня открыт наш тестовый проект на котором мы будем смотреть что это такое для чего это нужно значит это копия предыдущего проекта в котором мы прикручивали с вами дизайн я его прокачал немножко для до последней версии всех библиотек которые сейчас доступны выбирал все ненужное вы помните да что у нас есть home контроллер который возвращает что-то да и у нас есть представление давайте просто запустим проект и посмотрим что он работает он работает значит вы помните что когда у вас есть в приложении написано на фреймворке спин этом виси вы обращаетесь по какому-то адресу и эти адреса не соответствует каким-то файлом на диске и больше того не ну то есть это вообще никакие не файлы если брать например модель а сп веб-форумс а спнет веб-форумс то там есть концепция серверных страниц у которых есть жизненный цикл в итоге вы в любом случае попадаете на какую-то страницу да здесь такого нет здесь у вас есть адресная строка куда вы просто вбиваете адрес и потом куда-то попадаете так вот то каким образом вот этот адрес в адресной строке соотносится какому-то действию которое происходит на сервере за это отвечают маршруты значит давайте сначала посмотрим как это вообще работает вот у нас файлики глобала сакс есть вот такая строчка регистр роллс до всем видно да значит есть регистр роллс по этому действию здесь будет в коллекцию маршрутов которые вопли в приложении есть добавляется новый маршрут с именем дефолт вот с таким вот свойством юра есть у него дефолтные значения какие-то и namespace и которые сейчас вам не нужны я попозже расскажу значит что это такое у нас есть один маршрут в приложении который говорит когда ко мне придет адрес у которого который можно разобрать вот так какое-то слово слэш какое-то слово слэш что-то еще нужно будет его направить по адресу контроллер home action вернее конечно он будет направлен по адресу контроллер action и если есть какой-то идентификатор в конце то будет передан идентификатор в противном случае если чего-то из этого не найдено то контроллером по умолчанию считать home экшена по умолчанию считать индекс если айди не будет найден то мы ничего ему не будем присваивать по умолчанию потому что мы считаем что этот параметр опциональный значит что это позволяет нам делать я смотрите я здесь прикрутил вот такую штуковину это такая библиотечка которая позволяет отслеживать текущий адрес и на какой род на какой маршрут этот адрес сработал это библиотечка называется желт дебаггер вы можете ее получить бесплатно используя менеджер пакетов nugget просто найдете там road дебаггер скажите install и она вам установится в приложение автоматически после этого вам нужно будет в конфиге прописать вот такую вот какую вот такую вот штуку road debugger enabled true после этого на всех ваших страницах будет рисоваться вот такой вот футер который будет говорить значит в какой контур в какой road попал ваш адрес и соответственно куда вы были направлены давайте теперь смотреть у у нас есть контроллер home у нас есть контроллер артикл у нас есть контроллер коммент легко можно видеть да что если вы вобьете коммент контроль если вы давайте вот так сделаем смотрите это я сейчас давайте чтобы вас не смущать я запущу на встроенном иисе а потом я покажу как переключиться на так я сейчас сделаю вот я запустился так как мы запускались прошу раз на локальном порту веб-сервера из экспресс который поставляется вместе с идея visual studio если я вот здесь сейчас в адресную строку вобью home куда я попаду и почему в индекс а какого контроллера home потому что потому что мы попадем с вами вот в этот road контроллер экшен айди где контроллер мы мы сказали что это home после этого мы ничего не не отдали мы не сказали больше ничего значит по умолчанию будет будет считаться экшен индекс и айди будет никакого если мы сделаем вот так мы опять попадем на эту же самую страницу просто потому что мы руками указали на какой контроллер мы хотим и на какой экшен мы хотим вот и вся разница если мы здесь например сделаем вот так ну здесь вот видите есть hello world коммент индекс да я сейчас да покажу вам смотрите коммент индекс возвращает hello world это это другой тип результатов который может возвращать контроллер мы с вами знаем уже экшен резалт который передает действие на движок рейзер это контент резалт который просто возвращает какой-то контент и вот мы передали обратно строку hello world вот вы ее видите да если мы сделаем мы с вами пойдем на другой на другой экшен того же самого контроллера ну здесь нам не пишет какой да но вы видите что мы попали вот сюда я могу даже дебаггер здесь расставить чтобы вы видели понятно да если я тут ничего не указал я попадаю в индекс просто потому что экшен по умолчанию индекс все понятно значит что ещё смотрите мы с вами не указывали никакого идентификатора поэтому что будет если мы все-таки укажем так что я никуда то не туда зашел хум индекс 5 а все все верно это дочерние запросы пошли смотрите мы попали сюда да при этом этот метод не принимает никаких аргументов мы с вами можем это исправить и сказать ему что он будет принимать какие-то аргументы я сейчас сделаю вот так теперь смотрите что будет если я оставлю два этих методов здесь контроллеры как вы думаете ну сейчас он нам ошибку не говорит но потом мы ошибку увидим как вы думаете почему он нам говорит что извини чувак мы нашли мы нашли в контроллере home контроллер два метода которые называются индекс и вот он говорили значит есть просто индекс без аргументов а есть индекс который принимает на лоббл интеджер поэтому он не сможет смаппить этот запрос так поэтому чтобы такой ситуации не происходило но мы сейчас этот метод закомментируем у нас останется только метод который принимает какой-то аргумент мы опять запускаемся и мы тут оставим брикпоинт смотрите мы попали сюда мы вбили в адресную строку ничего мы попали на контроллер home и на и на экшен индекс при этом айди у нас в общем поэтому он никуда никакой не передается этот метод вполне удовлетворяет такому поведению потому что айди может не быть значит здесь на лоббл никаких проблем нет все отрабатывает прекрасно мы можем сделать вот так смотрите смотрите здесь у меня опциональный параметр и на самом деле вызывающий метод может как может передать сюда какое-то значение может не передавать в случае если он не переда значение то мы будем считать значение по умолчанию 0 давайте мы сюда там какой-нибудь 666 пишем не хорошее число 777 так и запустим это все еще раз смотрите айди 777 мы попали сюда мы можем сделать вот так и тогда здесь айди будет уже 555 понятно да в случае если бы мы передали значение и у нас был раскомментирован этот метод у нас вот здесь был не null а значение вопрос это это синтаксическая конструкция которая говорит что на самом деле вот это и ну вот это у нас может быть null да вы знаете что есть объекты которые хранятся в стеке есть объекты которые хранятся в куче ну на самом деле вот таким способом мы заворачиваем значение int в объект который на самом деле может выдавать какое-то значение которое внутри него лежит а может говорить что ну может быть пустой так значит смотрите а вот у нас более строгая конструкция такая которая говорит что сюда должен быть передан какой-то идентификатор в этом случае когда мы запустим наше приложение мы сразу увидим ошибку потому что потому что наш наш потому что мы не передали никакого идентификатора сюда если мы сделаем вот так то мы сюда попадем смотрите в принципе можно жить с одним маршрутом по умолчанию он вам в общем то позволит достаточно много всего делать все что вам нужно будет делать это перебирать ваши контроллеры и действия захотите вы там какой-нибудь сделать продукты там последние да или продукты продукт покажи мне по идентификатору да вы это сможете сделать в общем то с одним ротом по умолчанию сейчас будем делать что-нибудь поинтересней значит в чем смотрите у нас здесь нету никаких там .php нету никаких .html ничего у нас такого нет у нас просто красивый адрес несмотря на то что в последнее время есть такая тенденция в браузерах что адресная строка будет невидима знаете да что к этому все идет вы будете видеть в адресной строке по умолчанию только ну то есть адрес сайта на который вы зашли а все дальше вы не будете видеть только если не захотите но вообще вот такие адреса в общем имеют большое значение для поисковых движков и для специалистов которые называются сего оптимизаторы поэтому имеет смысл заниматься тем чтобы делать эти адресные ссылки и адресные строки красивыми поэтому сейчас мы вернемся вот нет куда мы вернемся вернемся вот сюда а ну смотрите еще можно сделать здесь такую штуку про namespaces пока не смотрите вот есть ограничение это ограничение говорит что этот идентификатор должен быть цифрой ну числом каким то если если мы идентификатор какой-то передадим но не будет числом то этот маршрут пропустится и в случае если у нас нету какого-то другого маршрута который сможет поймать этот адрес у нас просто вывалится ошибка 404 то есть страница не найдена все достаточно просто и имеет смысл более общие маршруты класть в конец потому что они идут сверху вниз то есть сначала первые элементы коллекции которые вы добавили раньше потом последние потом более позднее давайте значит попробуем еще с констрейтом сработать так этот нам не интересен вот смотрите вот у меня есть вот два метода да я сейчас раз комментирую вот этот а этот закомментирую и мы придем сюда смотрите мы пришли сюда id null там он какой тип не знает поэтому он его он его сюда съедает и если я сделаю вот так то мы попадем сюда и здесь будет уже строка 555 но мы заметьте передали число какое-то и поэтому это число поскольку здесь у нас констрейт говорит что id должно быть числом это регулярное выражение все знают регулярное выражение да молодцы будет вам домашнее знание на регулярное выражение но если мы если мы передадим сюда что-нибудь другое то мы увидим что вот этот маршрут у нас не сработал потому что здесь стоит вот такое ограничение понятно как это работает магия смотрите я сейчас добавлю еще один маршрут но без ограничения я его назову default 1 и уберу этот констрейн так и запущу приложение еще раз вот мы попали сюда да я отпущу тебаггер так мы попали на на home индекс но мы попали туда по а сейчас у нас это опциональное мы вот так вот сделаем вот так вы все еще видите мы попали сюда и здесь работал вот этот вот этот маршрут видите мы проходили сверху вниз вот этот маршрут имеет ограничения здесь поэтому он говорит нет я это обрабатывать не буду и идет дальше дальше он это значит запрос натыкается на следующий маршрут у которого нет никакого ограничения и он срабатывает ясно да вы можете таким образом устанавливать различные ограничения на ваши какие-то входные параметры которые вы здесь используете вы можете ограничение накладывать не только на идентификатор но даже на имя контроллера и на имя экшена это тоже вам никто не мешает если вы хотите чтобы какой-то маршрут обрабатывал и обрабатывал запросы только на какой-то конкретный контроллер вы можете это сделать с ограничениями значит чем хороши еще маршруты вы с вами мы с вами уже затрагивали тему хелперов хелперы помните я вам показывал такие штучки которые называются html там и что то да значит смотрите вот у нас есть ссылка которую давайте знаете что я сейчас запущу я проделываю такую штуку что мне просто не перезапускать приложение каждый раз я зайду в properties приложения зайду во вкладку web и скажу запускай мне пожалуйста на локальном веб сервере и теперь у меня приложение будет запущено на локальном сервере который имеет адрес localhost roads roads это имя моего веб сайта чтобы вас это не смущало я могу здесь остановить приложение в дебаге и приложение все еще будет работать значит смотрите вот у нас есть посты какие-то да вот у меня есть ссылочка вам видна ссылочка внизу не видна видно localhost comments by id какой-то да нет ну вот здесь нет ах она гадость какая ладно давайте сделаем блин липкое окно видно да здесь написано localhost comments by id и вообще все бы ничего но вообще эта ссылка неправильная потому что у меня здесь roads написано ну да ничего если вы будете хостить приложение в корне сайта то такой вариант вам прокатит как я это сделал я просто здесь сделал адрес ссылки и просто вписал сюда адрес какой-то да в общем то вы можете делать так но в этом случае вам нужно будет быть уверенным что вот этот адрес который вы сюда пропишите кто-то будет обрабатывать если вы впишите такой адрес который будучи пользователь туда направленный да не сможет быть обработан каким-то маршрутом то пользователь просто никуда не попадет и и эта ссылка будет не рабочая какие есть альтернативы альтернатив в общем то достаточно значит смотрите вот у меня ссылка но вместо того чтобы руками прописывать какой-то какой-то путь я воспользовался вот таким вот хелпером url action helper url предоставляет возможность получить какой-то адрес в пределах вашего приложения я говорю я хочу url на action by id контроллера comment и передай туда параметр id вот такой вот и внутри будет вот такой текст синтаксис понятен да сейчас я вот эту штуку закомментирую и мне даже пересобирать приложение не нужно я сейчас просто обновлю страницу видите да тут появилось ключевое слово roads еще вы не верите мне что это та же самая ссылка да давайте мы сейчас текст уберем отсюда и я напишу здесь hello да видно да теперь верите значит что произошло вот этот вот этот хелпер пробежался по таблице с маршрутами и говорит дай мне пожалуйста сформируйте мне пожалуйста какую-нибудь ссылку которая будет удовлетворять какому-то маршруту и по этому маршруту получается ссылка поскольку у нас есть комикс контроллер есть action и айди то мы очень простенько попадаем на дефолтный маршрут и у нас вот такая вот ссылочка получается давайте это кстати проверим я здесь еще вот такую штуковину впилил но мы никуда теперь не попадем да я сейчас вот сюда вот впилил маршрут какой-нибудь дефолт 1 сюда вобью какое-нибудь слово ключевое и я надеюсь что все будет работать я надеюсь видите там появилась фу ну заглушка фу вам плохо видно но обратите внимание что написано давайте я сделаю вот так так лучше да это просто чтобы вам было видно видите да как эта штука работает она обращается к таблице маршрутов и ищет первый попавшийся маршрут который который примет имя контроллера имя действия и какой-то айди натыкается на вот этот маршрут и по вот этому шаблону генерирует ссылку поскольку эта ссылка удобит ну она построена по маршруту то когда вы по ней перейдете вы попадете опять на этот маршрут и кто-нибудь обработает ваш запрос понятно да значит какие еще альтернативные способы задания ссылки есть это другой хелпер это хелпер html тут у нас был хелпер url этот html он позволяет вам генерировать целые куски html кода мы с ними с вами попозже чуть познакомимся когда будем формы изучать вы наверное на html академии уже их освоили но будем их применять уже значит смотрите вот этот вот этот метод в хелпер html позволяет генерировать ссылку он принимает несколько аргументов первый аргумент это текст который будет внутри ссылки дальше у нас есть имя действия by id второй аргумент третий аргумент контроллер name четвертый аргумент объект route values мы сюда можем передать вот такой вот классик у которого будет свойство id и мы его назначим здесь у меня последний аргумент now это html атрибуты мы можем задать например какой-нибудь класс нашей ссылке или какие-нибудь другие атрибуты любые какие мы захотим сейчас мы мы их не задаем но давайте опять здесь item текст оно вернется назад давайте чтобы вас опять не смущать я сделаю как что-нибудь да вообще даже как перекомпилировать не надо ну ладно и это другая ссылка видите она точно так же построилась но сгенерированная с помощью другого кода мы можем сюда передать еще какой-нибудь объект и дать какой-нибудь класс значит обратим внимание что здесь у нас обычная ссылка простая без никаких атрибутов кроме href да мы сейчас сделаем можно передать вот такой классик сюда и смотрите видите он появился здесь то есть с помощью вот этой штуки вы можете достаточно гибко настраивать свои ссылочки это был второй способ есть вот такой способ который чуть-чуть длиннее так у нас там запись идет говорит что идет отлично смотрите воспользовавшись методом road url не action а road url у вас есть возможность руками указать имя маршрута по которому вы хотите построить по шаблону которого вы хотите построить ссылку здесь я указываю имя маршрута дефолт вот он у меня по-моему регистр не имеет значения но зато сейчас и проверим значит смотрите у меня вообще есть два маршрута которые обработают мне запрос на на любой в общем-то контроллер но у них разные шаблоны у нас есть дефолт 1 и дефолт здесь у нас мы хотим построить по шаблону маршрута дефолт и давайте посмотрим что получится у нас у нас обратно вернулся текст наш и смотрите какой у нас какая у нас ссылка вы видите что ссылка построилась по маршруту дефолт несмотря на то что первым идет маршрут вот этот ну в данном случае сейчас это не имеет значения в общем по вот этому шаблону мы построили ссылку если мы сделаем вот так то мы явно укажем другой маршрут и у нас ссылка будет построена по вот этому шаблону видите да видно отлично сообразили и есть еще один способ который в общем то такой же как предыдущий но только находится в в хелпере html раут линк у нас был экшн линк до этого мы с вами смотрели это раут линк он опять же первым аргументом принимать то что должно быть внутри ссылки текст который там должен быть у меня фантазия заканчивается контроллер коммент экшн байайди идентификатор мы сюда передали и вы видите что ссылка у нас какая-то есть опять же мы здесь можем указать дефолт один и у нас будет ссылка другая это понятно теперь у вас у вас есть инструмент для того чтобы генерировать безопасные ссылки в приложении для чего это надо потому что если вы когда-нибудь захотите поменять шаблоны ссылок в вашем приложении вам они перестанут нравиться и вы захотите что-нибудь там сделать вы поменяете маршруты и в случае если вы будете ссылки генерировать вот так они просто у вас все перестанут работать вот такие механизмы позволяют вам на лету генерировать ссылки которые гарантированно практически гарантированно будут рабочими то есть у вас голова болеть по поводу ссылок не будет если вы правильно будете пользоваться этим всем сейчас я ставлю какой-нибудь один вот этот вот например так и мы будем разбираться с маршрутами дальше этот я сейчас уберу отсюда и сделаю вот такую штуку поскольку у меня блок я бы хотел чтобы какая-то как какой-то конкретный блокпост у меня был доступен по какому-то красивому адресу да я не хочу здесь вбивать хоу индекс там вот такой вот идентификатор поста я хочу чтобы у меня адрес был красивый поэтому я начинаю делать следующую штуку я конструирую вот такой маршрут который называю артикл и говорю значит у тебя шаблон будет вот такой я буду хотеть чтобы у меня в адресной строке было написано артикл потом был дефис и дальше какая-то переменная и если ты поймаешь запрос вот такой вот который укладывается вот в этот шаблон приложение ты получишь этот запрос направляем в контроллер артикл экшен get by url и seo url который вот здесь вот в шаблоне по умолчанию пустой мы сейчас с вами пройдем в контроллер артикл и посмотрим что из себя представляет это это действие видите да этот маршрут я раскомментировал и теперь давайте мы посмотрим как это будет работать а бах все ну понятно у нас тут дефолт один больше нету упали упали так ссылок у нас пока никаких нет но смотрите я сейчас сделаю вот так и здесь у нас какой-то там например название статьи каким-то образом за записанное и я попадаю вот сюда сразу же и мне в один из аргументов в аргумент передается то что у меня было в адресной строке после артикл дефис дальше мы можем использовать эту информацию то чтобы подтянуть из базы соответствующий блокпост по имени статьи по тайтлу да и показать пользователю на странице видите сработал вот этот маршрут дальше мы можем использовать этот маршрут для того чтобы генерировать ссылочки точно так же как я вам только что показывал где там у нас где там у нас были ссылочки вот здесь я допустим здесь делаю артикл ничего указывать не буду только скажу что есть у нас какой-то seo url и он у нас будет какой-нибудь а не важно какой ну пусть сюда передается айди может там что-нибудь еще есть какой-нибудь текст да и теперь я предполагаю что у меня ссылочки которые мы только что смотрели будут на самом деле ссылочками к картиклам так это я не на страницу а вот сюда смотрим что у нас здесь видите да внизу адрес вот такой теперь если я сюда перейду я попаду вот сюда и сюда будет передан текст в качестве аргумента видно да пока вам все понятно некоторым наверное ничего не понятно но мы это выясним на экзамене а у вас зачет ну значит еще хуже на зачете так значит что я вам хочу показать еще есть такая штука которая называется области areas вы наверное когда создавали из шаблона по умолчанию сайт вы видели вот такую строчку в глобалосаксе регистр all areas она регистрирует все области в приложении которые найдет что же такое область это специальный такой раздел сайта в котором своя иерархия контроллеров действий и представлений представьте что вы работаете в компании большого количества девелоперов и некоторые девелоперы занимаются тем что делают блог некоторые девелоперы занимаются тем что делают форум некоторые занимаются магазином есть у вас есть возможность разделить этих девелоперов на три такие кучки да и каждый будет работать как бы то в своей области на сайте как добавляется область вообще вы можете вот так вот сделать где-то тут от эре у вас тут попросят сказать явины и добавят целую папочку сюда перерыв сделаем в нюх у меня в нюх и и и Продолжение следует...